В свой третий день рабочей поездки по городам и районам Хатлонской области глава государства посетил район Хурусом и сдал в эксплуатацию административное здание отдела охраны окружающей среды. Объект построен на площади 7 соток с учетом национальной архитектуры и состоит из двух этажей. Административное здание возведено строителями и специалистами общества с ограниченной ответственностью Делов Рус. Вновь созданный объект состоит из шести рабочих кабинетов, современного зала заседаний и других вспомогательных помещений. За годы государственной независимости в районе Хурусом наряду со строительством и сдачей в эксплуатацию современных объектов бытового обслуживания с целью улучшения качества работы и обслуживания жителей построены сданы в эксплуатацию административные здания, что придает улицам и махалям новый вид. Далее лидер нации сдал в эксплуатацию новые здания районного отдела образования. На строительство объекта затрачено более 7 миллионов 500 тысяч самани. Строительные работы были начаты в 2018 году и завершены специалистами общества с ограниченной ответственностью Форзин-7, в ходе которого 40 человек были обеспечены рабочими местами. Общая площадь объекта составляет 1493 квадратных метра. Заказчик – дирекция строительства правительственных объектов исполнительного аппарата президента страны. Новый четырехэтажный объект сферы образования состоит из 33 рабочих кабинетов, просторного технологического зала, библиотеки, архива, современного актового зала, технических кабинетов и других вспомогательных помещений. На третьем и четвертом этажах зданий расположены Центр информационно-коммуникационных технологий и Центр открытия и развития талантов при отделе образования местного исполнительного органа государственной власти района. В этот же день глава нашего государства в поселке Обкик открыл здание молодежного центра. Здание состоит из двух этажей и построены затраты более 5 миллионов 700 тысяч самани с учетом элементов национальной архитектуры. В нем также имеется 21 рабочий кабинет, зал заседания на 70 посадочных мест, компьютерного зала, двух читательных залов, четырех технических кабинетов и других вспомогательных помещений. Заказчиками является дирекция строительства правительственных объектов, исполнительного аппарата президента страны. С сдачи в эксплуатацию нового здания у местной молодежи появилось широкие возможности в направлении изучения языков, освоения тонкостей современных технологий, различных ремесел, а также организации культурных мероприятий. Уважаемый глава государства, в районе Хорусон далее открыл сквер Исмойли-Сумуни. Памятник возведен на улице Исмойли-Сумуни рядом с площадью государственного флага и герба скульптором Махмудом Бабаева. Высота памятника Шаху Исмойли-Сумуни в районе Хорусон, включая пьедестал, составляет более 9 метров. Общая площадь сквера составляет 1550 квадратных метров. Заказчиком объекта является исполнительный орган государственной власти района. Подрядчиком вступил общество с ограниченной ответственностью Оби-Шухонна города Душамбе.